Всем привет! В прошлом видео мы познакомились с матрицами и умножением матриц. Но прежде чем перейти к матрицам трансформации, я сначала подключу еще одну математическую библиотеку, чтобы потом было проще сразу показывать примеры с кодом, как оно все работает, и чтобы было просто нагляднее. Подключать я буду библиотеку GLM. Просто вводите в Google GLM и попадаете на GitHub проекта. Эта библиотека довольно-таки распространена, много где используется, в многих проектах. Она open source, переводится как OpenGL Mathematics, но это не означает, что ее можно использовать только для OpenGL. Но она от него никак не зависит, это просто потому, что она использует похожий синтексис, как в OpenGL. И также еще по умолчанию layout данных, тех же самых матриц, совпадает с тем, что требует шейдер в OpenGL. Вообще на самом деле можно было, конечно, написать свою математическую библиотеку для того же умножения матриц, как, собственно, и во многих движках и делается. Но я не особо хочу этим заниматься. И здесь в GLM уже встроены всевозможные оптимизации для ускорения вычислений. К примеру, векторизация. Если мы зайдем, допустим, в GLM. Семт, и там есть матриц. Тут уже определены функции умножения матриц. И тут вы видите, что здесь используются всевозможные интринсики для векторизации. Интринсики это такие функции, которые заменяются потом компилятором на сэмблерные вставки. И они могут, к примеру, потом перемножать или складывать сразу несколько чисел за одну инструкцию процессора. Я надеюсь, что до векторизации мы тоже когда-нибудь дойдем. Но сейчас это пока не так важно. Главное, что эта библиотека будет за нас умножать матрицы. И быстрее, если бы мы сделали это, допустим, если сами написали код умножения матрицы. Итак, у GLM есть свой GitHub репозиторий. И мы можем подключить его тоже как сабмодуль. Копируем ссылку. Открываем наш проект. И пишем git submodule add и вставляем ссылку. Дальше мы пишем путь. Мы все сабмодули копируем в папку external. И там будет папка GLM. И мы можем подключить его. Закрываем. У нас появилась папка GLM. Теперь нужно будет все это объявить в CMake. Мы зайдем в наш CMake. И по аналогии, как мы делали это с GLM. Мы можем просто скопировать, вставить сюда и заменим GLM на GLM. Сохраняем. Запускаем solution. Тут мы сделаем rebuild, чтобы у нас генерировался новый проект из CMake. И теперь для проверки мы попробуем реализовать этот пример, где мы приемножаем две матрицы 3 на 3. Теперь в проекте мы делаем include GLM. И тут у нас есть матрица, нам нужна 3 на 3. Теперь дальше для теста я сделаю все это в функции инициализации. Просто в самом конце. Для начала определим одну матрицу GLM. И пишем MAT3. Пускай это будет первая матрица. У нас матрица 4.0.0.2.8.1.0.1.0.0. И также еще вторая матрица 4.2.9.2.0.4.1.4.2. Тут я пишу элементы в таком порядке по столбцам. Это потому что в GLM у нас layout памяти, то есть как у нас данные находятся в памяти, они идут так называемым column major, то есть элементы идут по столбцам. Если посмотрим матрицу, то у нас элементы хранятся как 4.0.0.0.2.8.1.0.1.0. То есть по столбцам называется column major. Есть также еще row major, то есть по строчкам. Допустим, если у нас в памяти хранилось бы 4.2.0.0.8.1.0.1.0. Но в GLM у нас по умолчанию идет по столбцам, хотя это тоже можно кастомизировать. Итак, мы задали две матрицы и теперь просто сделаем умножение. Для этого мы создадим третью матрицу с результатом. И прорывняем ее просто матрица 1 умножить на матрицу 2. И дальше я сделаю еще вывод в лог, чтобы можно было увидеть, что у нас получилось в итоге. Я использую функцию log.info для вывода в лог и вывожу таким вот образом. Здесь 2.3 это сколько у нас будет символов на экране занимать вывод этого числа. Это сделано для того, чтобы у нас каждое число занимало 3 символа, чтобы все было ровно. Потом я вывожу первую строчку, то есть первое число это столбец и второе число это строчка, потому что у нас память располагается как column major, то есть первая колонка, столбец, потом идет строчка. Потом идет вторая колонка, второй столбец, первая строчка и потом уже третий столбец и первая строчка. Теперь запустим. И у нас получился вот такой вот результат. Если мы проверим с примером, то у нас результат совпадает. Дальше мы теперь попробуем перемножить вектор с матрицей. Для этого я использую вот этот пример. Вектор у нас это просто матрица размерностью 1 на 4, то есть 1 столбец и 4 строчки. В качестве матрицы мы возьмем единичную матрицу, то есть по диагонали у нас будут все единицы и остальные элементы будут нули. И перемножаем эту матрицу 4 на 4 на вектор из 4 компонент. По правилу умножения у нас в итоге получится тоже 4 компонентный вектор. И так как матрица у нас единичная, то он будет равен первоначальному вектору. Если вы помните, как происходит умножение, то мы берем строку левой матрицы и умножаем поэлементно на столбец второй матрицы, то есть нашего вектора. То есть получается мы берем 1, 0, 0 и умножаем поэлементно на 1, 2, 3, 4. Потом все это складываем, получается единица. Потом также для второго элемента, результирующей матрицы, мы берем вторую строчку нашей левой матрицы, умножаем на столбец. Получается 0 умножить на 1, плюс 1 умножить на 2, плюс 0 умножить на 3, плюс 0 умножить на 4, получается 2. И также для всех элементов нашей результирующей матрицы, то есть результирующего вектора уже, и получаем тоже 1, 2, 3, 4. Теперь в проекте для задания вектора пишем GLM-VEP4. И в конструктор передаем 1, 2, 3, 4. Четыре компонента. Дальше задаем матрицу GLM-MAT4. И в конструктор мы передаем просто единицу. И таким образом, передавая единицу, у нас по диагонали будут стоять единицы. У нас получается единичная матрица. Дальше для результата зададим еще один вектор. И прорывняем его, умножаем матрицу на вектор. И дальше по аналогии, как мы делали с матрицей, мы выведем результат. Берем наш вектор и выводим все элементы. С вектором также можно еще вместо передачи индекса, мы можем написать, допустим, точка X для первой компоненты, потом точка Y для второй, точка Z для третьей и потом точка W. Это, допустим, если у нас этот вектор обозначает какую-то позицию точки пространства. Поэтому по осям X, Y, Z и также еще есть W. Про W мы потом еще поговорим, зачем это нужно, почему мы используем именно четырехкомпонентный вектор. Теперь запустим это. И увидим, что у нас результирующий вектор такой же, как и первоначальный. И вот таким вот образом мы можем теперь в нашей программе использовать преумножение матриц и векторов. Дальше мы уже рассмотрим матрицы преобразований и почему мы используем именно четыре компонента. И что здесь обозначает W, зачем это нужно. Почему мы используем четыре компонента, если у нас всего три оси координат. На этом на сегодня пока что все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео.